Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працею Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуском. У Гомельской области от выплаты сбору по декретии номер 3 у совести с тяжкой жизненной ситуацией вызвали не больше, как 500 человек. У медицинских установах регионы распочинается реализация проекта «Электронная регистратура». Афганистан – память у фотоздымках. Уникальный выставочный проект открылся у музея фото у Гомели. Зима отступила, до конца лютого прогнозуется устойливый плюс. И больше подробно об этом и не только. Каля 13 тысяч человек вызвалили у Гомельской области от выплаты сбору на финансование державных выдатков за 2015 год. Такие дадены на 15 лютого приводить областная инспекция Министерства по податках и сборах. Большость злику вызволенных от выплаты сбору людей находились у позаминулым годе в Беларуси меньше, как 183 дней. И они представили у податковой инспекции отповедные документы. Так само во всех районах в области працуют рабочие группы. И они разглядают заявы грамадян по вызволению от сбору в связи с тяжкой жизненной ситуацией. По этой причине от выплат вызвалили 518 человек. И это неопошная личба. Настасия Кучинская протягнет тему. Жехарка Гомельского района Людмила Шалаева – одна из тех, кого вызвалили от выплаты сбору на финансование державных выдатков. В 2015 году она не працавала. Треба было ротовать близкого человека. Муж получил инсульт. Сыннейшей формы инсульт с кровоизлиянием, операцией, долгая реабилитация. Ну, лежачий был временно. Так я не могла работать. Обратились мы в исполком. Нас освободили. Людей, які трапили у тяжкую жизненную ситуацию от выплаты податку, вызволяются рабочие группы в Иконкамов. У городским выканавшим комитете Гомеля группа сбирается двойче на тыдень. Сярод наибольша спаусюдженных прыжин, скасование податку, сурвезный захворвань, в учоба, служба в Узбройных силах. Член рабочей группы мкнуться оценить ситуацию с позиции человечности. Але максимально объективна. Прежде всего, мы смотрим общий трудовой стаж, мы смотрим возраст человека, если человек предпомиссионного возраста. Также определенной категорией являются студенты, которым не хватает буквально несколько дней. Они закончили в конце июня учебное заведение, учились на платно, не смогли потом трудоустроиться. А последний день оплаты сбора 20 лютого, а ли рабочие группы в Иконкамов будут працавать и после этой даты. Тым, кого от податку вызволять позднее, так само не придется ничего платить. Головное произвороте у комиссию подробязно документально подтвердить тяжкую житевую ситуацию. Решение принимать тяжело всегда. Вдвойне тяжелее принимать решение, если заявитель в своем обращении указал просто, у него была трудная жизненная ситуация, и он просит освободить его от оплаты сбора. Никаких документов о доходе, либо попытках трудоустройства, либо причину нетрудоустройства он не указывает. В данном случае, ну какое может быть решение? А тримать консультацию по пытаниях декрета номер 3 можно у податковых органах. Тут створены специальные гаражные линии. Их номеры можно найти на сайтах райвы Канкамов. Телефоны у Гомеля вы бачите на своих экранах. У ближайшие дни у Гомельской области на пытание по декрету номер 3 готовы отказать так само специалисты администрации президента. Завтра с 9 до 11.30 прием грамадян у Рогашовским райвы Канкаме проведе первый наместник руника администрации президента Максим Рыжанку. У наступный четвер, 23 лютого, у Гомельским Аблвы Канкаме на пытание откажа начальник Галонного управления по работе со зворотами грамадян и юридичных особ администрации президента Рыгор Шлык. На наступный день, 24 лютого, он проведе выездный проем у Будакашалевским райвы Канкаме. Анастасия Кучинская, Игорь Марышченко, отелерадио «Кампания Гомель». До инших тем. На Гомельщине начинается реализация инновационного проекта «Электронная регистратура». У один информационную сетку плануется объеднать больше 80 медицинских установ региона. Плюсами новой системы. Подекавился Олег Синцеров. Инновационный проект, який немая аналогов у Беларуси, минавито так можно назвать систему электронной регистратуры, якая зараз укорняется у медицинских установок Гомельской области. Идея належит администрации областной клиничной больницы. Необходные сродки выдасткованы с областного инновационного фонду. В одну информационную систему будут объединены 82 медицинские установы. От всех центральных районов и гомельских городских поликлиник до буйных амбулаторий, что дозволить врачам на местах оперативно взвертаться за допомогой до специалистов областной установы. В электронном формате формируются направления. К электронному этому направлению прикрепляются проведенные на этапе территориальной поликлиники либо районной больницы обследования, лабораторные, инструментальные, проведенное лечение, поскольку это очень важный элемент в консультировании для того, чтобы не повторяться, для того, чтобы оценить эффективность проведенного обследования и лечения и предложить пациенту при необходимости другие схемы лечения, уточнение диагноза. В тот же пациенте, то он отримает специальный штрих-код, по которому уже угомили трапить до конкретных урача. В этом месяце областной поликлинице установили специальное обсталевание. Правда, у людей стало гаузроство. Крыстание им, поколь выкликая пыльной тяжкости, на допомогу приходит администратор-консультант. Если человек приезжает из деревни, вопросов очень много. Практически подходишь, и пока ввожу все сама. Но уже к концу ввода, и получает, когда он талон, и видит, что он может за несколько минут получить этот талон, совершенно не стоя в этой очереди. Сегодня областной поликлинице допомогу дорослым и детям оказывают у врачей прикладно 30 специальностям. Черных, таких, относятся до категории вузских, и больше ни дел в области в области не представлены. При этом проекту продолжается не только обмен электронными документами, но и особистая консультация медиков. Своевременно переданная информация о пациенте позволит врачу первичного звена по месту жительства в территориальной поликлинике вовремя сориентироваться, правильно назначить рекомендованное лечение, оценить эффект и в случае необходимости связаться со специалистом в областном учреждении, который оказывает специализированную, квалифицированную медицинскую помощь третьего уровня. Для того, как система электронная регистратура працавала без сбоев, у всех кабинетах областной поликлиники установили компьютеры, а урачи прошли отповедную подректовку. В принципе, до полномасштабной работы она готова поступить хоть зараз, але укоронение системы потребует пыльного часу по техничных причинах. Зараз система электронной регистратуры находится в режиме пусконаладочных работ. Як чекается в полном объеме, она начнет працавать в другой половине этого года. Причем, распроцовщики обещают самые высокие уровни обороны. Никто обращает урача, никакой информации о пациенте доведаться не повинен. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». В сиротопластных центрах самые низкие цены на жилье у «Гомелі». Об этом свечать як статистика минулого года, так и селетняя. У студене середний ценник одного квадратного метра складаў 567 доллараў. Не на шмат дорожей жилье выходецца ў Витебску і ў Магелёве. А вось ў заходніх регионах краіны кошт на жилье стартуе ад 700 доллараў. І, зразумела, самая дорогія квадратная метра оказаліся ў століцы – звыж тысячи доллараў. Для тых, хто мае патрыбу у поляпшэнні жильёвых умов, цена ў «Гомелі» за квадратны метры пачынаецца ад 325 доллараў. Если брать сегодня анализ по 2016 году, то Гомельская область по статистике имеет самую низкую стоимость квадратного метра по всей республике. Значит, что касается господдержки, она составляет 647 рублей. Что касается других, с долевым участием, там и с бюджетом, где-то 747 рублей. Если конкретно касается долевого участия, то тут другая немножко тема. Тут стоимость может быть разной и в каждом населенном пункте, и в каждом микрорайоне города Гомеля. Самые популярные аутобусные маршруты – загруженность ў гадзіны пік, технічны стан аутопарка. Абмерковаць гэтэ и іншэ пытанні, які отычацца дзейнасті адкрытага акціонернага таварыства «У Гомеля Абл-Аутотранс» заутра можна будзе ў прамым эфіры. Намеснік генерального дырэктора по опіровозках Микалай Конопліцкі стане гостім программы «Діалог». Я навыдзі ў эфір на таліканалі «Беларусьчатыры» ў 19.01.50 хвілін. Свае пытанні прапановы і заувагі вы можыця выказаць паталіфановавшы панумары промога эфіру «У Гомелі» – 77 68 45. Мерапрыємствы, прысвечэные дні ў памяці воінаў і інтернаціоналістаў, прайшлі не толькі ля мемориялаў, але і ў школах. 25-я Гомельская школа падайшла до сустрэчы гоноровых гостей з асабліваў увагай. Выстава модэляў боевой технікі, зробліных в учнямі, творча нумары в учняў і концерт ансамбля «Блокпост». Па словах школьнікаў, живе зносіны з тымі, хто прайшоў в іправаванні вайной, многае для іх значыць. І гэта не выпадкова. У школі створэны прававэя класы, в учні які харэнтаваны на службу ў органах внутрэных справ. А крымя школьніка ў нас устрэчы присутнічалі і кураторы прававых класаў, супрацойнікі департамента Аховы. Среді персонала подразделения охраны Гомельской області на сьогоднішній день 52 сотрудника, работника з гражданского персонала, которые прошли войну в Афганистане, либо в иных горячих точках, в том числе і в Карабахе, і в Фиопіі. І з цих 52-33 на сьогоднішній день в строю. Афганистан память ў фотосдымках. Выставачны праект пад такой назвы працтавілі ў музеі фото. У експазіцій 66 рабоцзасабістых архіваў воўнаў інтернаціоналістаў. Весці дзённікі і записы, а тымбольш фатаграфаваць ва умовах военнага часу, строга забаранялася. Тому працтавленыя на выставі матырялы ўнікальныя. Менавіта гэта і рэдкі кадры сёння допамагаюць патрымліваць память про афганскую вайну, пра подзвіг савецкіх салдат і офіцэров. У експазіцій таксама асабісты рэчы воўнаў інтернаціоналістаў розных часоў. Паштоўкі, музычныя пластінкі, грошовыя знакі і многая іншая. У першыню экспазіція была працтавлена ў минулым годзе. За гэты час колекція фотосдымкаў паапаўнілася сотнями работ. Аднак выставіць ў музеў удалося толькі частку Велікага фонду. Йон будзе папаўняцца і экспанавацца што год. Што эти фотографії нашым децім і внукам будзе служыць тем же самым расказам ў нашай молодзі. Наступный крок – надаць вотапраекту статус пірасоўнага і ў ближайшы час працтавіць ў Магилёвя. Конкурс юных інтэлектуалав «Дзеткі» прайшоў сёння на Гомельщыне. У ім прайнялі ў дзел бучні трэціх класаў. Кожны район в області працтавіў каманду з трох адораных школьнікаў. Па час урочистого адкрыця конкурсу яны демонстравалі своє творче здольнасті. Члэны журы оціоніли музычно-танцывальныя нумары на тэму школьнага жыцця. Наш дзевіз – адзін за сех і все за аднаво. Ад того, как работаўт каждаў, завісіта оцінка всей каманды – непоседы. Но вы не подумаўте, што мы только непоседы. Ещё мы не унываем, не обманываем, не ленимся, не боимся трудностей. Пасля завершения творчай частки, юные интеллектуалы приступили до виконання конкурсных заданўў. Яны спробували своеведу ў таких школьных дисциплинах, як математика, белорусская і русская мовы, литературное чытання, человек і свет. Оценивалася худкость і якость, а так само умение працаваць ў каманде. Вы знаете, на самом деле, наверное, это самая интересная категория, тот интересный возраст, когда именно вот в третьем классе, они ещё маленькие, но уже очень смышлёные, интересные, загадочные, могут нам рассказать интересные факты из жизни, из области наук, из области различных предметов. И со следующего года эти же учащиеся, как правило, начиная с четвёртого класса, уже пробуют себя в олимпиадном движении и участвуют в олимпиаде для учащихся четвёртых и девятых классов по различным предметам. Зима отступае. У ближайшие дни на Хомельщине захаваецца адлига. Сёня уначы слупки термометра вапустятся до минус семи, а за утро в день поднимутся до плюс трёх. Температурные орели привядусь до слабых туманов и гололёдицы. У пятницу уначы так само будет слабый мороз, а субботним днём невеликая адлига. В особных районах в области чакается мокрый снег. В уголе за ближайшие выходные климатичный фон станет ещё больше тёплым. Дённые температуры складут 4 градуса со знаком плюс. Уначы будет каля минус 2. Приход весны мы почувствовали 14 февраля, когда дневная температура воздуха стала слабо положительной, достигла отметки чуть выше плюс 1 градуса. Климатическая весна обычно по традиции у нас это где-то третья декада февраля, начало первой декады, марта. Это устойчивый переход среднесуточных температур через 0 градусов. В этом году мы тоже ожидаем, что где-то именно весна в нашем регионе будет соответствовать климатической весне с последними многолетними данными. Али у видовочного плюса есть и минусы. Калыхание температур провокует створение ледяшоу, сход снегу и наледи с даха у домов. Отсюль небезпека прогулок под карнизами и парковок автомобилей у побач с будинками. Не варто игноровать ответные объявы на небезпечных участках. ГТ, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова